Драконы, клоуны и живые деревья. Грандиозным карнавальным шествием прошлись актеры театров во Львове. Там проходит 30-й международный театральный фестиваль «Золотой лев-2019», на который съехались театры из разных стран мира. На праздники побывали и львовские корреспонденты ЮАИ ТВ. Клоуны на ходулях, скоморохи, фейерверки и барабанная дробь. Так проходит 30-й юбилейный театральный фестиваль «Золотой лев». У меня роль прекрасного веселого человека, Орликина, который будет дарить настроение и цвета людям. На карнавальное шествие приехали несколько сотен артистов театров. Среди них и Наталья участвуют в карнавале уже 20 лет подряд. Ежегодно свой яркий костюм шьет сама. Я поздравляю всех туристов, жителей Львова, с этим прекрасным праздником. Конечно, я костюм сама делала, потому что костюм – это ведь важно, мы живем этим костюмом, и сегодня я птица мира. Специально для карнавала сконструировали масштабные передвижные декорации. Их собственноручно готовили в театрах, почти два месяца. Сначала рисуем на бумаге все эскизы, затем вычисляем размеры, пропорции, затем все производим сами. Это наша совместная работа. За ярким карнавалом наблюдали тысячи жителей города и туристов. Пропустить такое действие не могла и Паулина. Она специально приезжает на фестиваль во Львов из Торонто. Знаю об этом фестивале со студенческих лет. Мы приезжаем из Торонто именно в сентябре на фестиваль «Золотой лев». Я всегда просто в восторге. Всем рекомендую посетить каждый спектакль. Это невероятные эмоции и события во Львове. Международный фестиваль «Золотой лев» проходит каждые два года и неизменно во Львове на базе Львовского академического духовного театра «Воскресенье». Его директор уверяет, именно этот фестиваль задает тренд в театральном искусстве. Приезжают чехи, поляки, литовцы, грузины, США и еще из других 13 стран. Все эти театры будут выступать в нашей стране. Главная цель фестиваля – это показать Львовианам мощные представления очень известных режиссеров. Не боятся актеры и дождливой погоды. Каждый вечер площадь перед Львовской оперой превращается в сцену для бесплатных театральных представлений и уличных действ. Праздник театра продлится до 6 октября.